Игнатий Тихонович, мы уже седьмое занятие проходим по пособию Евангелия от Марка. И я скажу, что я просто поражен этим пособием. Если действительно к нему подойти со всей тщательностью, искренностью, то можно от него получить рождение свыше, если глубоко выникнуть в него. И я это увидел. Увидел. До меня там дошло много чего. Я хотя до этого-то начитывал, но в этот раз я уже более глубоко, и я поражен. Я хотел поблагодарить. Как вы вывели вот это пособие? Оно на опыте у вас выведено? Или вы думали как-то специально, разрабатывали? Как это было сделано? Дело в том, что оно не мое. Подобное было где-то. Я же все, что говорю, где-то я узнаю, где-то смотрел, где-то что-то. И сказать целиком мое никак. Допустим, какой тип людей, с кем как беседовать. Это тоже где-то я считал что-то. Ну, сохранилось, я перерабатываю, смотрю и добавляю как бы. Вот. И здесь как? Я называю, ты желаешь, чтобы община была? Вот. Советую материал. Пособие по изучению Евангелия от Марка. Ну, и я считаю, кое-что добавлял, а потом в таком виде уже и издал. Как есть. Вот, которая проповеди есть. Конечно, я говорю, но там отголоски всегда и Златоуста встречаются у меня, и Блаженного Веронима. Ну, как, иначе это все отнять у меня меня и нету. Но я говорю на сегодняшний день конкретно. И я не думаю, у меня просто сохранилось. Иногда я ссылаюсь, называю автора, иногда даже не называю. Вот Наталья Усатая, она повадилась брать проповеди. И выставляет по одной каждый раз, а то и две еще за раз. Я эти проповеди считаю, брат, трудно поверить, но я как будто первый раз их вижу. Не то, что забыл, а я заново переживаю это все. Настолько там все это открыто, места Писания. Это сегодня ни один проповедник, которых я знаю, знаменитый, никогда не скажет. В одной проповеди только у меня, ну, не меньше 50-60 выдержек из Священного Писания. И все они к месту. Я когда готовлюсь, вот какой, у меня столько много времени это отнимало, когда я обязательно на каждом богослужении две проповеди говорил. Две. Ну и вот они сейчас там сохранилась. Там маленькая часть, 1300. Так а 1300 проповедей, ни слов. Вот так. И они перепечатаны в ворде. И теперь вот Кадышкин-то и Георгий считал. А теперь он на работе не может никак. Проповеди это что-то. Вот я где-то только, наверное, сутки три на новый сайт перегонял их. Трое суток примерно. И чтобы удобно было, чтобы можно было поиск по ним делать. И на новом сайте все ваши проповеди будут уже вообще там, ну, с указателями совсем. Будет все сделано. А вы в этом, когда в сайт зайдете, и где проповеди-то, и там вы увидите, которые в алфавитном порядке проповеди, а потом на какие места Писания. А у священников-то указано, какое именно считать надо. И они сразу, Матфея такая-то, такая-то, проповедь такая в таком томе. Я еще и это все провел. Оглавление такое. А я теперь это усовершенствую и делаю так. Он же должен как найти и потом в книге найти. А я сейчас делаю так, чтобы он читает и тыкнул, и сразу туда попадает. Вот это да, дело-дело. Это определено. Один священник приезжал тут, у нас был. Ну, я уже говорил об этом. В комнате-то у меня разуваемся где-то. И он на кровати у меня залез, на которой вы сидели тут, в Потеряевке-то. Здесь я сижу за компьютером, а другой и с ногами. А я из мешочка вывалил, ну, там может быть, я не знаю сколько, ну, может быть, 700 вопросов, которые мне в университетах задавали. А у меня в разных местах. И он сидит и перебирает. Находит интересное. На фанаилу подойдет. Подойдет, тот считает вопрос. А я теперь отвечаю, а тот сидит только печатает где-то. И отец этот Владимир и говорит, ну, я беру, я считаю священник, ты думаешь, как я бы ответил? Ну, и при нем я ответил примерно на 5-6. Он говорит, ни одного я правильно не ответил, ни одного. Ну, он достал книги эти у меня, приехал к себе туда в храм. И оглавление проповедей взял и выставил. Большой такой, ну, метров два, наверное, у него стенд. И о чем говорится, в каком тоне. А там торговля как раз идет в храме-то. Свящие и прочие люди считают. И он говорит, а рядом такое у него помещение. И он тогда книги из-под прилавка достает мои. Дает считать на том месте, где им надо. По вопросам. Вот как даже было. Игнатий Тихонович, ну, вот-то я хотел вопрос по Писанию задать. Вот Писание я вот изучаю и с каждым, не знаю, с каждым месяцем я все, чем больше его изучаю, чем больше нового там нахожу. И бесконечно. И вот сколько я уже на ваших ресурсах сижу, изучаю их. И все больше я понимаю, что я ничего не знаю. Это потому, что у меня нет никакого образования. Иначе бы ты, ну, как ты где был там раньше, где-то тебе предлагали кем-то быть. Ты там бы на одном месте стоял и стоял. Там ничего этого нету. Вот так. Вот, знаете, дышится с изданку. Понимаешь, это не мое. Я молюсь, я выпрашиваю у Бога. И ты входишь в эту атмосферу. Поэтому твое сердце, расположенное к этому, чувством любви к Богу. И вот оно показывает тебе, что достигает. Я какую-то свободу ощущаю. Я вот любые какие-то знания изучаю. Как-то меня это, ну, я их больше, да, что-то узнаю, складываю в что-то. Но оно мне не дает свободы внутренней. А я, когда захожу на ресурсы ваши, я чувствую внутреннюю свободу, что у меня сразу широта раскрывается. Я незацикленный становлюсь. Ну, и это непередаваемое ощущение. Я чем больше узнаю, чем больше понимаю, что я ничего не знаю. Вот это самое я и чувствовал, когда говорил. В полной свободе. Надо мной ни священник, ни архиерей, ни патриарх. Никто мне руки не выкручивает. Я молюсь. И на молитве после этого хожу, размышляю. И бывает, что маленько щеркну два слова, два. А потом уже говорю, я обязательно. Только местописания зачитываю, чтобы они точно были. А с него теперь это сняли. Вот эта свобода вам и передается. Я ничем не стеснен. Никем. Ну, и самое главное, я смотрю, что я сам один, никак ее не могу. То есть, я, допустим, я перестаю читать это. И сам от себя я ничего родить не получается. Но я, когда это читаю, то я постоянно произвожу, произвожу, произвожу. То есть, меня как бы Бог делает, чтобы я был подключенный всегда. Если я отключаюсь, то у меня ничего нету. Я все сразу теряю. Поэтому назначение это хотя бы на одном человеке уже исполнилось. Но, полагаю, не на одном. Я постоянно говорю, самым большим препятствием для распространения того, что мне дал Господь, я. Когда меня не будет, оно заговорит совсем по-другому. Да, Игнат Игоревич, я это полностью осознаю. Так, минуточку, ни слова не говорите. Добрый день. Да, я понял. Да, слава Богу. Так, Аннушка, послушай. Ты можешь позвонить через 20 минут? Все, все. Тут у меня разговор тут идет. Все, с Богом. Спаси, Христос. Из Москвы одна. Ну, никак. Отец Игнатий. Отец Игнатий. Везде обнимаю, целую. Кого она меня не видит. Так, да. Так вот, Игнат Игнатий Тихонович, я еще хотел бы сказать, что вот вы сказали, и Геннадий Фас говорил, что у сектантов все от головы. Они писания от головы. А у православных от Духа Святого. Но я сейчас вижу, что сегодня у православных тоже все от головы идет. Вот из современных, вот кто учит, тоже все от головы. А здесь я нахожу именно от Святого Духа, вот в этой свободу. Так вот, вопрос хотел задать по Писанию. Вот я сколько изучаю Писание, и все время все заново читаю, новую глубину нахожу. У меня новые вопросы возникают. Евангелие от Иоанна, 3 глава. Я ее сколько не проходил, все время, все время что-то новое нахожу. Настолько она глубокая, 3 глава, что вообще... Во-первых, я помню, раньше ее читал, она совершенно мне была непонятна. Я думал, ну как, с чего связано. Даже толкование читаю, и видно, что толкователи даже ее не на всю глубину берут. Нефе Филакт на всю глубину все равно ее не раскрывают. Видно это. Вот я хотел вопрос такой задать. Евангелие от Иоанна, 3-8. Дух дышит, да и хочет. Ну это мы знаем, ветер. Ветер. И голос его слышишь, а не знаешь, откуда приходит и куда уходит. Так бывает со всяким рожденным от Духа. Так вот, вопрос такой. Здесь речь говорится о том, что всякий, кто... То есть, рожденный свыше, что его нельзя просчитать, куда он... То есть, как он движется, куда идет. Вот нельзя, как бы, понять человеческий ум, ну как бы, плотской человек не может его понять, что ли? Или речь о том, что неизвестно, когда человек родится свыше, когда на него Дух Святой сойдет, когда уйдет. Вот я вот это понять не могу. Ну, в первую очередь, в оригинале написано, так и ветер жужжит, жужжание издает. И не знаешь, откуда он пришел в закоулк, ему куда он повернул, где он дальше будет. По какой улице пройдет ветер? Это ветер где-то. Вот здесь точно так же говорится о Духе Святом. Какое именно событие, какие препятствия, что? То же самое слово, оно тебя коснется и до глубины души. Вот когда я первый раз Евангелие отдали, станились, смотрите-то, я много уже знал. А на самом деле Евангелие-то не было в руках, и все остальное труха оказалась. Господь разом меня смел, все. И откуда пришло это? Так я был в комнате там 18-4 Карла Розенберга. Нет. В это время я был в другом месте. Я жаждал, по буковке собирал, и вдруг божественно так коснулось. И у меня нет веры, я понял. Я верующим в себя считал, что Бог есть, суд Божий, да, это вера. Но что он мой друг, брат, и он умер за меня, и меня берет к себе и нанимает меня, это невозможно. Вот я все это мгновенно ощутил, это Бог сделал так. Другого момента у меня просто не было бы. Он мне сразу все дал. Я же святых отцов тогда не считал, а уже проповедовал по святым отцам. А как? Не знаю. Я потом уже, спустя годы, когда стал конспектировать Златоуста, я понял, это его слова. А в это время мне просто... Мне тогда все-таки это пятидесятники. Откуда вы берете? Я не знаю. Так никто так не понимает. Не знаю. Я не могу ответить ни на один вопрос. Откуда приходит и куда уходит? И кого он следующего коснется? Куда ветер уходит? Это сравнение дается от ветра. Это речь конкретно касаемая ветра, который на меня дует, и я ощущаю его. И так и здесь влияние Духа Святого. Оно коснулось меня и ушло как будто. А дальше началось разбитие, Дух Святой остается. Но только я не знаю, на кого он следующего подействует. А подействует он должен как бы одно и то же действие произвести. Похожее сказать, даже не одно и то же. Вот я это ощущаю пятьдесят восемь лет. Со дня, как мне Господь это дал. Он обрезал все. Как будто никогда я ничего не знал. И я сразу с радостью согласился. Я умер. И в этот день наступил час воскресения. Как я благодарен Господу. И поэтому он заложил в меня такой потенциал, который не гаснет. Внутри меня как бы огонь был разлитый. Как Еремия говорит в костях моих. Я пытался не говорить, но ничего не получается. Спаси Христос. Я точно так же и понял вчера. Вот как вы сейчас объяснили. И мне это подтверждение. Ну а было у вас в жизни такое, что Дух Святой как бы оставлял вас. Как бы. Что вы как бы не чувствовали. Серафим Саровский про это говорит. Я на этот вопрос не могу ответить. Потому что у меня опыта такого нет. Опыт есть, когда, допустим, я пал. Я могу упадшему. Я запивался. Я могу показать, как выйти из-за поя. У меня не было этого. Мне сразу Господь сделал. Я умер там и воскрес. Я не хотел бы. Но Господь так сделал. Я должен был бы пройти этот путь, который есть. Он мне нужен был. А представь, какая у меня студия. Тон студия работает. По всему миру идут. И вдруг бац, ничего нет. Все разобрали. А Господь показывает другое поприще. Ты это прошел. А тут все остановится. Теперь дальше опять. Я бы мог не говорить, что там. А чем вы занимаетесь, меня спрашивают. Я иногда в чатурлетки. Я говорю, 82 года мне будет, 10 июня. И чем я занимаюсь? Моего возраста люди, чем они занимаются? Если артисты были, они вспоминают где-то. Сидят дряблые там, две жилы-то. И-ка, видать, надутые там. Хоть тут бородой закрываются. Да у меня и нету их так. А у них прямо вот так вот в горло. Ну, у старых, у всех. Ой, как вы сохранились. Я говорю, меня советская власть хранила по повелению Божию. Они меня сохранили в морозилках своих. Я благодарен Богу. Ну, вообще, вы у святых отцов такое читали, что святой дух как бы может оставлять человека, чтобы ему открылись его, ну, как бы, видать, чтобы не гордился или еще что-то такое. Или это все-таки происходит из-за того, что он где-то допустил какой-то грех. И тогда отходит святой дух. Как вы думаете? Попустительство греху-то, вот это уже оставлено. Даже грех не сделанный. У меня нет опыта, еще раз говорю. И ответить я не могу. Я не испытал этого. И знаю, этого делать нельзя. Нельзя. Рожденный от Бога, от Отца Небесного, говорит, не грешит. Мы считаем об этом не где-то, а первое послание Иоанна. И вот открываешь, когда, и начинаешь считать, ну, неужели так написано? Да, 3, 9, 5, 18. Нам это мало того, так. Не может грешить. Не грешит, это как-то воздействие. А не может грешить. Почему же я не могу? Я могу сделать что-то, взять где-то, обмануть. Не может. У меня руки как скованные. А как вы себя чувствовали? Слово «нельзя» у меня в полную рост стоять. Нельзя, это страшно. Я делаю противное Богу. Он меня оставит. Что я скажу тогда? Вот в чем дело. Мне надо на молитву. Ну, холод в избе стоит. Ну, холод просто. Экономим уголь-то. А на молитву надо. Нужда такая. Я думаю, а как завтра я буду? И скорее-скорее тогда одеваюсь и начинаю благодарить Бога. Я все время считаю, это в последний раз. Вчера с Володей как прощались мы. Заснял я меня маленько. И как будто бы в последний раз. А сегодня все. У меня выпущенные кошки, там 4 прокормили, надо кормить. А моя, которая наверху, надо лезть и туда, голубей кормить. Собака в комнате и две кошки. И тут голубя надо выпустить. Это там пустяк. Ну, это время отнимает. И надо приготовить что-то поедать. Наварили собакам, кошкам наварили. А теперь мне надо для себя что-то. А в это время Надежда Васильевна блины там сделала. Ну, не на масле ничего. Не лезь. Она там компот дает, я без тебя сварю. Ты мне капусту найди. Организм чувствует, что кислой капусты не хватает. Ну, и все. День-то идет уже 2 часа 40 минут. Понимаешь, он как на крыльях несет. Я не могу это ответить. Но у вас было такое, чтобы вот там где-то что-то было. Было, ну, было желание. Ну, Господь так это развернул. И вот я очень часто нуждаю в деньгах. Люди так даже не знают где-то. И один человек приезжает с командировки. И мы с женой решили вам это дать. Пока за деньги. У меня таких денег, кажется, и не бывало никогда в руках. И при том в другой валюте. Мы решили, что лучше вас никто не распорядится. А тут у меня начались неприятности с прокуратуры. Я знаю, они могут. И я спрятал, спрятал, посидеть и не найду. Ну, я Володе говорю, где это могло быть? Ну, не на улице, конечно. Где-то здесь, в этом. Пачка. Я бы... Найдешь, я говорю, сразу отнеси Игорю. Ни копейки, ни цента там, ни евро, ничего ко мне не прилипло. А они прямо меня окружили. Полиция-то со всех сторон. Когда с детским лагерем-то было-то. И во двор тут заезжает. И прокуратура требует отчет. А я знаю, они делают обыск. И не найти где-то. Я сделал все правильно. Но неправильно, что... Не запомнил. Никак. Даже совершенно как будто у меня ничего в руках не было. Я говорю, может в это время я посылал, кто-то нуждался где-то. Никто не помнит. Я даже и не помню, почему я к ним настолько не привязан. И делаю это все машинально. Подумаешь, какие-то тысячи там... Для меня это никакой роли не играет. Я к этому не привязан. Вот даже дорога какая ездила. Мерседерская поездка была. А ребята купили мороженого там. Я ни одной не съел за пять лет. Ни одной. И в Америке ни одного мороженого не покушал даже. Меня не тянет. А почему? Это не мое. Рыба там. Еду, дорогой разговариваю. Там в магазин-то заходили. Около озера Севан. Где 40 мучеников-то были. Застыли-то. В Армении-то. Рыба-то хорошая. Я стоп-машину. А почему не купили? Дорогая рыба. Эй, ребята, не пойдет. Так разворачивайте назад. Развернули машину. Поехали в магазин и купили. Но теперь, когда варят, я сразу с собакой и ушел. Я даже в рот не покушал и не знаю. Я просто к примеру говорю. Ну вы хотели? Вам, пожалуйста. Ну на свои деньги. У меня, которая есть сумма денег, только на горющее ушло 440 тысяч при одной поездке. Полмиллиона. И я должен вернуть вас. И поэтому я их распределил в разных местах, где спрятать. Я все время этим жил. Если еще случится, хотя бы одна часть останется. Как Яков-то разбил стан над Бастана. Если Исаф разгромит, так другой останется. Вот у меня такая, брат, история. Вы таким должны быть, Игнат Иванович. Я понял. Все понятно. Таким и это ваше. Да, вот. Что-то кажется. То грязно, то там газеты. Определяется, антисанитария, то, что на тебе отражается. Я на это не трачу ни одного часа. Вы болеете, болеете. А я не болею. Что вам доказывать? До моего возраста, мои соратники. Один-то где-то живой был. Ну, школьники, которые были. Немец. Больше никого нет. Давно-давно уже все примерли. А я живу. У меня ничего не болит. Да, трудно. Колени сгибаются. Но это не болезнь. Это сижу на месте раз. Да и все-таки я сколько ходил, сколько бегал. Там уж смазки-то никакой нет. Ну, следующий вопрос, Игнат Иванович. Евангелие Туана 3.13. Никто не восходил на небо, как только сшедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Ну, вот мне задавали вопрос. Говорили, ну а как? Пророки же, Енох или Яна, в небо-то восходили? А какое небо? Какое? Когда у нас написано, Павел Вознесен был до третьего неба, а в мусульман седьмое. У нас нет третьего. А потом небо-небесное. Никто из них сходил? Никто не сходил. Даже взятое на небо, на какое, не знаем, раз, а во второе, второе то, что они не сходили. Христос Первый сошел. И Он был всегда там. Тут все правильно. А что Он вот этими словами хотел донести до Никодима? Значимость, что это высшей человеческой природы. Никого там больше не было, а Он сошел. Вы верите в это? А больше никто не был взят. А были взяты они, не Енох и не Илья, я не Енох, я не Илья. Вот вопрос. То есть Он Господь Бог. Он воплотился через приз на Деву Марию. Он Сын Божий. Он Бога-человек. Мусульманам, вот говоришь, они ничего не понимают. Ни одного слова. Да. Ну вот Никодим пришел, и у него понятия-то тоже такие же, как у мусульман были, это плотские, собственно говоря. И Христос его возводит на высокие понятия и говорит для него вещи, для него недоступные вообще, как будто для самого Никодима. Так вот, вот везде говорит о Царстве Божьем. А вообще понятие Царствия Божьем для них, было ли какое-то понятие об этом у них, у иудеев? Они знали, что-то есть недосягаемое, и Давид об этом неоднократно говорит о Вышних, о Превыспринем. И они видели, как Христос преобразился. Все это было с понятием. А что дальше, где никто не знал? Никто. Но это не дано было. Не наступило время. А почему не разрешают говорить? Христос воскресил, никому не говорите. Иначе это Вы уже тогда будете понимать, что я Бог. А Бог не умирает. И они сразу поймут, а Его распяли, так Он обманщик. А так они увидели распятый Пророк. А уже потом им вложено было и то, что они видели, что Он Господь Бог. Это не Иса какой-то. Но Никодим о Нем имел понятие все равно. То есть Он говорит, что Ты учитель, пришедший от Бога. Потому что таких чудес, которые Ты творишь, никто не может творить, если не будет с Ним Бог. То есть чудеса. Он Его не за Бога признавал, а за Пророка. С Ним не будет Бог. И вот Он это как раз и высказал. Такое сделать не может. То есть Ты человек Богу угодный. Тебя гонят зря. Ты знаешь истину. И поэтому такие чудеса Ты делаешь. И которые говорят про Иисус, что Он придет, Иса. Мусульман будет творить чудеса и проще, и сразиться с Антихристом. Хотя они не все и понимают, но это промелькнуло у них как-то. Ну и здесь, здесь определенное, что нет еще сравнимого с Ним. И раз нет сравнения, значит, я не принадлежу к человеческой природе. И но... Вот они никак. И упрекал их за неверие, когда Он вернулся уже воскресший, и упрекал их за неверие. Они не верили. Ну а были, что они Его представляли, уже тогда называли Господом. Да, знали, что Господь, но не больше. Это Фома только сказал, Господь мой и Бог мой. А где это видно? Ну, когда Он шел по морю. Вот. Когда был шторм на море. Они еще раз, как Ему говорили, стали молиться, Господи, спаси, погибаем, Господи. Но в оригинале это Господи и Господин одно и то же слово. Это русский богатый язык нам дает расшифровку. Получается, Христос, когда Он Ему отвечал, Он Ему сказал, истинно, истинно говорю тебе, кто не родится свыше, не может увидеть Царствие Божие. По Царствию Божьим Он, получается, называл, тот не может увидеть, то есть, меня в истинном смысле, или что Он имел в данном случае по Царствию Божьим? Увидеть Царствию Божьим, да. То, что на небе, рай. Он именно это говорил. Там никто не видел. Вот мы привыкли, вот, я старею, я скоро умру. Мы с этим свыклись, но хорошо ли умирать? Плохо, самый трагический момент. А там, вот представь себе, в раю человек, воскреснет тело, тело будет, и там тысячу лет, миллиарды пойдут, квадриллионы, квинтиллионы, секстиллионы, и не кончаются. Как же так? И дело в том, что все будет новое, и новое, и новое. Столько листьев для исцеления народов, тончайшее разумение, события и всего прочего. На ум не приходило, ни глаз, ни слух не видел. Что Бог приготовил там, приготовил? Идет приготовить обители. А если бы не так, я бы сказал, иду приготовить. Но на небе обители много. Вот есть такое мнение у святых, что сколько просалось там жилищ, которые жили, столько должно возместиться людьми. Сколько? Мы не знаем. А ангелов сколько пало? Да, сколько ангелов пало. Если, допустим, спасается один из десяти, а один, то, значит, на небе был один миллиард. Сто миллиардов уже умерло. Ну вот, Царствие Божие и Царствие Небесное, это одно и то же. Мы знаем это. Да, это понятно, когда у Матфея, считаем, шестая глава, и у Луки, когда Нагорная проповедь, один говорит, Царствие Небесное, это блаженный нищий духом. А тот говорит, Царство Божие. А одно и то же, два раза он повторял, или сказал то и другое, мы не знаем. Но противоречий в этом нет. Но, смотрите, еще вот, Господь говорит, Царствие Божие внутри вас есть. Царствие Божие ни пищи, ни питье. И в других местах ему говорит, вот разбойник, помяни меня, когда приедешь в Царствие Своем. То есть, мы видим, что Царствие Божие тоже имеет разное, то есть, в одном месте это как рай, а в другом месте он, когда говорит, что внутри вас есть. То есть, он говорит, то есть, это там, где Дух Святой, получается, движется. Да. Вот то, что мы там будем ощущать, мы уже здесь предвкушаем. Это будет все побежденное. И все неурядицы. Что со мной было? Все для славы Божией. А там внутренняя радость за всех. Вот у меня стихотворение есть, там, о святых. Не спешите меня хоронить. Виктор Николаевич поет, вот посмотри. Так, я увижу вас, подниму руки и обниму, не понаслышке, а прямо увижу вас. Столько лет я шел к этой встрече, смертный час, я как бы вижу все это, и вот так все у меня сложилось. Что-то ушло. Вылетел куда-то, брат мой. Что случилось-то? А! Нет никого. Внезапно исчез. Там я вижу себя. А, там. Ну-ка, что? Что? Не спешите меня хоронить. А это, знаешь, это... Подожди-ка. Это может даже другое стихотворение. В прихожей сидят люди, ждут встречи. И там я с ними говорю, ну давай, проиграй. Не спешите меня хоронить. Я прощаюсь с оставленным телом. Обредите меня для войны, для последнего страшного дела. Сорок дней по мытарствам идти, двадцать разных таможен не схожих. Там дотошный допрос. Будут бить колокольчик. Чуды, приятные снижения. Путь не окончен. Враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Столько рыл перепончатых крыл. Скрежет злобы бесоской постылой. Обо всем испытание, что ел и что пил. Как почем, небеса не коптил ли мой язык, если вправде привык. Ну а если неправда найдется. Из-за мысли моих не любил ли кривых. От рождения и до погоста. Поддержите молитвой. Мой путь не окончен. Враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. За разрадные мысли по числам, по часам и минутам припомня. Верил в жертву Христа или был атеистом. Жил не венчанно или законно. Погодите судить. Я не умер еще. Судят мне, другие лают нахально. Перед вами живыми давать мне отчет. Перед страшной дорогою дальней. Поддержите молитвой. Мой путь не окончен. Враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Если вы мне простите грехи, Истребите долги и сожжете. Вам на память оставлю гнилые мехи. Проводите их с малым почетом. Схороните меня в сапогах В Майробе, тюремных заплатах. В них прошел я Чечню, Карабах. Всех мирил со Христом, не заплату. В них прошел я Чечню, Карабах. Всех мирил со Христом, не заплату. Поддержите молитвой, мой путь не окончен. Враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Поддержите молитвой, мой путь не окончен. Враг вплотную насядет, окружит. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Бейте только прицельно и точно. Из псалтыри, из тысячи ружей. Так, это, Вячеслав, у тебя мои стихи есть одним файлом? Конечно. Конечно, конечно. Это слово ботфор. Это сапоги такие, ботфор. Вот там, о чем я сейчас говорил. Оказалось не в этом, ботфор. Сейчас, сейчас. Ботфор. Сейчас, сейчас я открою. У меня ничего нельзя. У меня здесь, я только вот это могу говорить. Ботфор. И посмотрите, какие там слова дальше идут. Я скажу, это стихотворение или нет. Так. Так, ботфор. Сейчас. Ботфор. Это такие длинные голенища. Ботфор, да, сапоги. Сейчас тут прогрузится, а то тут 4 тома. Это долго, сейчас. Э, нет. Отдельно, отдельно я давал. Все, все в одном месте. Не, не, вот-вот, я же говорю. Вот-вот, я загружаю. Ботфор. Что-то нет такого, ботфор. Да как есть. Сейчас, сейчас. Это я давал одним файлом все стихи. Это одним-одним 3382, здесь стиха. 3282. Все, сейчас. Ботфор, зарядите. Не может найти. А вот. Вот. Обязательно найдет. Вот она, герои прошлого. Вот это и есть. Ну-ка, прочитай или заряди. Это там песня, да, есть такая? Есть, конечно, есть. Оно не очень интересное стихотворение, такое. Герои прошлого с утра сидят в прихожей. Это у меня такое вооружение, воображение. Сейчас. О, это на кухне у нас в лагере. С утра сидят в прихожей. Герои прошлого с утра сидят в прихожей. Сандалии, ботфорта, босиком. Чужие разные. Есть на меня похожие. Семь тысяч верст и лет достигли прямиком. Они пока что книжные герои. Известные не мне, аль же одному. Их нанимать надолго в перестройку. Быть мирным с ними, объявить войну. Уже не по наслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшие руки. Вам улыбаюсь. С этой стороны. Вам улыбаюсь. От радости к груди, прижавшие руки. С этой стороны. Кто посоветует, кого избрать надолго. Друзьям начальники просто в кореша. Без паспорта определят наколки. У этих коммунистов ни шиша. Со всей земли, без разных звезд и свастик. Пройдите на примерку креста. С неверными не обретают счастья. И наша дружба с чистого листа. Уже не по наслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшие руки. Вам улыбаюсь. С этой стороны. Вам улыбаюсь. С этой стороны. Ищу глазами дух Иеремии. По ревности святого Златоуста. Друзей, которые нигде бы не посрамили. Родные мне по мысли и по чувствам. Прошу за стол составим протокол. О первом разговоре по согласию. Я к этой встрече с четверть века шел. Быть в послушании всегда под вашей властью. Уже не по наслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшие руки. Вам улыбаюсь. Вам улыбаюсь. Вам улыбаюсь. С этой стороны. Не надо убеждать, что вы не здесь. В своих трудах со мной вы постоянно. Духовники, мне вас не перечесть. Вы жили, как и я, не без изъянов. Но ваш огонь не обличение сила. И авторитет мучения за Христом. В пустыне жизни сорок лет учился. А ныне час свидания настал. В пустыне жизни сорок лет учился. А ныне час свидания настал. Уже не по наслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшие руки. Вам улыбаюсь. С этой стороны. Уже не по наслышке, не по букве. Вас обниму роднее всех родных. От радости к груди, прижавшие руки. Вам улыбаюсь. С этой стороны. Вам улыбаюсь. С этой стороны. Ну как? Божественные. Божественные. Вот, представь себе. Не по наслышке, не по букве. Я увижу златоуста. Обниму его. Вот понимаешь. Все, Никола чудотворец. Вот что впереди-то еще будет у нас? Да. Я вот готовлю сейчас проповедь помаленьку. В воскресенье в этом буду говорить. Когда батюшки нету. О трехступенчатой молитве. Да. Вот вы же уйдете, может быть, впереди нас. Туда уже встретите их. И дай Бог, чтобы потом вы нас встретили. Да, обязательно даже. Поэтому все, что сейчас делается, делается для большей славы Божией. И чтобы мы оказались верны. С нас большего Бог не хочет взять. Вот, видишь, все пропел попутно. Это, видишь, какие строчки-то они. Они никому не подражаемые. Сколько в них заложено. Так, и еще по одному стиху Писания. Тоже это все в рамках этой темы. Лука 18, 17. Господь говорит. Истинно говорю вам, кто не примет Царствие Божие, как дитя, тот не войдет в него. И вот, не примет и не войдет в него. То есть ты должен вначале его принять, а потом уже только сможешь в него войти. Конечно. Потому что принять, это означает условия Царства Небесного принять. И я должен стать гражданином, соблюдая всю Божественную Конституцию. То есть тут, здесь, на земле, ты должен стать гражданином? Да. Так, минутку сейчас. Сейчас расстаемся, давай, все. Все, все. С Богом. С Богом.